ВОПРОС ПРЕСТРАСТИЯ ВОПРОС ПРЕСТРАСТИЯ Добрый вечер, господин Филей. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Большое вам спасибо. Итак, в субботу пройдет «Тотальный диктант» уже во второй раз в Риге. Давайте, может быть, более подробно расскажем всем, кто может быть не в курсе, что это за мероприятие и для чего оно нужно. Да, «Тотальный диктант» — это ежегодная культурно-образовательная акция, которая традиционно собирает большое количество участников по всей Российской Федерации в крупных российских городах, в Европе, в Лондоне, в Париже, то есть там, где существует русская культурная среда. В этом году он даже пройдет в Антарктиде. То есть впервые? Впервые, впервые, да. В Таллине, да, естественно, в Риге. В Риге «Тотальный диктант» будет проходить второй год. В прошлом году участников было всего 222. Вот такого вот... Всего? Всего в Риге на всех трех площадках. То есть это немного, вы считаете? Я считаю, что это немного, и вполне возможно, что наступит год, когда Рига сможет похвастаться тысячей, или даже, может быть, больше, чем тысячи участников сможет прийти и написать «Тотальный диктант». Я буду только рад. Интерес есть со стороны? Интерес колоссальный со стороны школьников, со стороны тех, кто повзрослее. Я хотел бы отметить, кстати, что количество... Все участники «Тотального диктанта» будут разделены на четыре возрастные группы. Школьники до девятого класса, старшеклассники, студенты и взрослые. Это все делается для того, чтобы более справедливо распределить призы среди участников. А в этом году «Тотальный диктант» состоится в Риге, сейчас все запоминаете, в субботу, 6 апреля, в два часа дня, на главной площадке в Балтийской международной академии, которая находится по адресу улица Ломоносова, 4, в аудитории 409. И принять участие может любой желающий, это бесплатно. Это абсолютно бесплатно. Более того, очень многие мне пишут на электронный адрес, интересуются, где надо регистрироваться. Так вот, я хочу сейчас подчеркнуть, что регистрироваться нигде не надо. Потому что просто человек приходит в соответствии с таким вот культурно-развлекательным флешмобом. То есть в таком жанре человек приходит, садится, прослушивает презентацию. В этом году, кстати, автором текста является известная русскоязычная писательница Дина Рубина, которая в настоящий момент проживает в Израиле. Она создала специально текст для диктанта. Люди выслушивают ее вступительное слово, текст, который она написала. И наш диктующий, в данном случае это будет известный рижский кинобозреватель Вадим Агапов, у которого очень приятный тембр голоса, так что люди получат еще эстетическое удовольствие. Он этот текст зачитывает три раза. Первый раз быстро, второй раз медленно по предложениям. И в третий раз такое контрольное чтение. Люди пишут текст, проверяют, сдают, записывают свои номера телефонов и электронные адреса, потому что если... То есть это же непосредственно на самой работе, да? Да, да, да. Именно на самой работе человек как бы регистрируется. Там маленькая анкетка на самом бланке как раз получится, потому что если человек получит приз, а он в любом случае его получит, потому что даже сертификат о грамотности тоже можно считать своеобразным призом. Но тем не менее не все у вас было гладко, насколько я знаю. Очень сложно было найти большую аудиторию для того, чтобы вместить несколько сот человек. Вы сталкивались с каким-то политическим давлением или недоброжелательным отношением, учитывая, что тотальный диктант это диктант по русскому языку, и эта акция зародилась в России? Да, верно. Но я хотел бы отметить, что с политическим давлением напрямую я не сталкивался. Но действительно некоторые сложности были в связи с тем, что было непросто найти подходящее помещение с соответствующими дощечками для письма или с партами. Вы в Академию наук обращались, насколько я полагаю? Обращался. Ну, Академия наук сперва согласилась, потом отказала по той причине, что полуторачасовое мероприятие они проводить не могут. Ну, в общем, наверняка был повод для отказа. Я не стал выяснять причины. Я просто принял к сведению этот отказ и начинал работать дальше, искать помещение, которое соответствовало бы нормам проведения тотального диктанта. И в конце концов мне улыбнулась удача. Балтийская международная академия, за что ей тоже большое спасибо, предоставляет свой главный, свой крупный зал, 409-ю аудиторию. Я бы хотел еще отметить, что у нас есть две площадки, которые тоже согласились провести тотальный диктант и пригласить жителей тех микрорайонов, которые находятся в непосредственной близости. Это 72-я средняя школа в Кингараксе. Так что жители ближайших кварталов могут спокойно сниться. То есть им не нужно будет ехать в Балтийскую международную академию, они смогут сделать это в школе? Они смогут прямо прийти в школу в один из кабинетов. Это методист и преподаватель русского языка Светлана Дикушина уже второй год. Идет мне навстречу, и тоже вот она готова к сотрудничеству. И в этом году к нам присоединилась Рижская частная средняя школа Эврика, создателем которой является всем нам хорошо известный Яков Плинер, депутат Латвийского парламента, взятого сейма. Он с большим энтузиазмом воспринял идею проведения диктанта, и жители Золи Туда и Имманты тоже могут прийти в помещение Рижской частной школы Эврика, которая находится по адресу, улица, я подчеркиваю, не бульвар, а улица, а нынешний же 9, и написать текст Дины Рубиной и поворотся за интересные с филологической точки зрения. Призы, которые тоже предоставляются фондом, который называется Татьяна Жданок русской школе. Хорошо, в прошлом году, как мы уже сказали, более 200 человек приняли участие в тотальном диктанте. Это позволило вам, может быть, сделать какие-то выводы, в какой ситуации русский язык находится в Латвии? Насколько хорошо его здесь знают? Да, во-первых, мы хотели бы похвастаться, потому что Рига являлась в 2012 году самой крупной площадкой, которая приняла у себя диктант за пределами Российской Федерации. Рига такой зарубежный город, который приняло у себя наибольшее количество человек, то есть 222 участника. Мы достаточно долго анализировали эти работы, проверяли, и надо отметить, что люди в целом пишут у нас довольно грамотно, я бы даже сказал хорошо. Латыши проявляли интерес к тотальному диктанту на русском языке, или это было такое исключительное мероприятие для тех, для кого русский язык является родным? Вопрос такой сложный, я сейчас постараюсь вспомнить, где-то человек 8-10 с латышскими именами, фамилиями были. В основном это представители старшего поколения, вот насколько я помню, которым за 50, за 60, которые воспитывались в советское время, посещали советскую школу, университет. Возможно, учились даже в Московском государственном университете и продемонстрировали им достаточно хорошие результаты. Насколько я понял, кто-то из этнических латышей даже выиграл какой-то приз и даже благодарил за то, что такое мероприятие проведено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это язык, на котором ведется образование, преподавание в школах национальных меньшинств. Где-то еще он квалифицируется как иностранный. Но это в корне несправедливо, это неправильно, поскольку у нас в Латвии это пример такого грубого несоответствия языковой политики, языковой ситуации. То есть несоразмерность какая-то? Абсолютно несоразмерность. Это русскоязычная община вот сколько здесь живет? Давно, долго живет. И буквально в Риге практически половина населения, они себя вот причисляют к русскоязычным. Более 50%. Даже более 50%. Но ни табличек на русском языке, ни возможности хотя бы даже написать заявление. То есть это действительно, во-первых, и психологический шок, и стресс, и до сегодняшнего дня. То есть люди, они находятся вот в таком вот своеобразном языковом вакууме. Они являются носителями русской речевой культуры, русского языка. Но это не находится в соответствии вокруг, в окружающей среде. Русский язык умирает в Латвии? Это деструктивная политика. Умирает в Латвии? Нет, ни в коем случае. Так вот сказать нельзя. Насколько его перспектива? Он здесь останется? Он здесь останется? Да, он никуда отсюда не денется. Поскольку, во-первых, экономическая составляющая, она такова, что ей пренебрегать нельзя. Нельзя. Молодые латыши из провинциальных школ, которые не изучали русский язык, они вынуждены обижаться, поскольку без знания русского языка они не могут даже устроиться на работу официантами, поскольку у нас объективно русский туризм будет преобладать. В ближайшем будущем в Москве за период путинской власти у нас сформировался средний класс, более 15 миллионов, как я люблю обычно повторять, одна префектура Москвы может прокормить одну маленькую Латвию. И это объективный экономический факт. Русский язык здесь был, есть и будет. И государственная политика должна в ближайшем будущем измениться только из-за того, что... не только из-за того, но в том числе и из-за того, что это финансовый аспект. Но он не будет утрачивать свои позиции неформально такой лидирующий? Он останется лингва-франка на протяжении буквально языком-посредником среди всех государств постсоветского пространства, поскольку на Запад... Английский его не вытеснет? Английский язык на территории Западной Европы. Восточная Европа, во всяком случае, вот это вот среднее поколение, и те, которые старше, они так или иначе предпочитают общаться на русском языке, и русский язык будет иметь в ближайшем будущем свое, значит, воздействие. И так или иначе, раньше эта проблема, она даже так и в корне не стояла, поскольку те же самые молодые латыши, еще с молодых ногтей, имели возможность изучать русский язык на должном уровне, составлялись, да, специальные программы для школьников. В университете, в конце концов, национальное меньшинство, как я уже говорил, они имели возможность обучаться в лучших советских университетах. Проблемы языковой не было тогда на самом деле. Смотрим на надписи на старых советских фотографиях. Значит, приза этого, парикмахерская, все было билингвально, и это была лучшая модель языковой интеграции, которая только, я даже осмелюсь сказать, придумала вообще в мире. В Америке там все, скажем так, утрачиваются позиции родного языка. Многие латыши, которые там живут, они уже на уровне третьего поколения, не владеют своим языком настолько, насколько это было бы возможно. Конечно, модель советской интеграции, она беспощадно разрушается, и нужно сделать что-то для того, чтобы просто языковая политика не была такой деструктивной, репрессивной даже, я бы сказал, а соответствовала нуждам населения Латвии. И это нормально, и это проявление демократической, это проявление демократии. Это проявление и свободы слова, и свободы мысли, и всего этого, и свободы выражения. Хорошо, молодые латыши, о которых мы уже говорили, насколько среди них востребован русский язык, насколько они готовы и хотят его учить? Это тенденция, или в принципе они уже поставили такую некую черту, что знать английский, русский не обязательно. Вот что в этом смысле происходит? Молодые латыши в последнее время, есть такая тенденция, есть заказ со стороны родителей этих молодых латышей, которые влияют на политику латышских школ, и русский язык понемногу, постепенно, но внедряется в латышское школьное образование. Ну то есть как второй иностранец. Да, я вот знаю, одна учительница, например, она работает в русской школе, но последние где-то два, даже три года она совмещает, в том числе и в латышской школе. Есть спрос на учителей русского языка, и это свидетельствует о том, что многие латыши начинают думать прагматично, и начинают понимать, что русский язык им нужен, что без русского языка они в Латвии, скорее всего, не обойдутся. Хотя, опять-таки, в каждой семье своя специфика. Поскольку, может быть, кто-то уезжает за границу, там, в ту же Заманглию, в Ирландии, не знаю, насколько там востребован русский язык, но кажется, что можно хотя бы просто работать с переводчиком. Вот, соединять, скажем так, те же самые русскоязычные семьи, например, и вот полицейских, допустим. То есть, решать вот элементарные исковые вопросы. Ну, и в Европе, кстати, интерес к русскому языку, в общем-то, может быть, немножко упал в последнее время, но в целом Европа-то большая. И Латвия, вот я об этом давно думаю, и вот один известный латвийский юрист Юрий Соколовский, он тоже составлял даже план того, как государственные высшие учебные заведения могли бы внедрить русский, английский язык, и насколько это могло бы быть перспективно. Потому что у нас вообще мог бы быть центр изучения русского языка. Это было бы очень востребовано. В Россию ехать не надо, не надо решать эти бюрократические визовые проблемы. Ну, некоторые университеты, в принципе, используют это. Да, да, вот так же, как и Балтийская международная академия, как и Институт транспорта и связи. Но эта проблема могла бы быть решена и на государственном уровне. Вузы-то государственные, они теряют деньги. Можно было бы привлечь много студентов, и не надо было бы говорить о том, что вот сфера образования претерпевает кризис. Русский и английский язык вместе с латышским, ну, не угрожало бы это латышскому языку. Вот, об угрозе. Это достаточно популярный аргумент у правых политиков. Они говорят о том, что если дать русскому больше полномочий, то он, в принципе, вытеснит латышский, и возьмет его под себя, и, в принципе, вообще может уничтожить. Насколько соответствует эта действительность? Большие языки же угрожают малым, это в какой-то степени факт. Большие языки могут угрожать, но язык во многом является экономической категорией. Вот, как говорит одна моя хорошая знакома, если бы напротив ее дома построили завод, зарплата была бы гораздо выше средней, и требовалось бы, она списались просто вот в области инженерных наук. Если бы требовалось знания латышского языка, она бы выучила язык, пошла и начинала бы там работать, и получала бы за это деньги. Естественно, язык экономическая категория... То есть экономическая...